Движение ТОС развивается полным ходом, потому что отмечены на региональных уровне, и на федеральном, и на муниципальном. Если буквально совсем недавно, было у нас в районе 70 ТОСов два года назад, после создания нашей ассоциации, численность ТОСов, непосредственно, что уже юрлица, уже 169. Непосредственно, что помогло этому, это как раз комфортная городская среда ТОСовская, помощь правительства, муниципальных образований. Количество сельских ТОС выросло в 32 раза, а ведь до недавнего времени их было в регионе всего лишь три. Все они юридические лица и эффективно работают, что отмечают федеральные эксперты. Они рекомендуют ульяновский опыт во всех уголках России. ТОС Ульяновский очень знаменитый, мы ездим по всей стране, очень много о них рассказываем, потому что одна история с Днем соседей в 2015 году, и как он прошел, и насколько губернатор принял в этом участие, насколько ваша ассоциация ТОСа приняла в этом участие, это очень знаменито, это известно. Сергей знает, о чем говорит, ведь он куратор ежегодной всероссийской акции «Международный день соседей». Сами ТОСы сегодня территория опережающего развития. Они довольны работой, программами и тем, что власти их слышат. Когда было мало нас, конечно, людям это было в новинку, и они с удовольствием участвовали и в субботниках, и в праздниках. А сейчас интереснее, потому что ТОСы все участвуют в районах, в городских конкурсах, конечно, это интереснее. У нас идет борьба, кто лучше. И большое спасибо хочется сказать нашему губернатору Сергею Ивановичу Морозову, что поддерживает ТОСы, общественная палата, осуществляет контроль всех вот этих вот грантов, чтобы вовремя нам все установили, вовремя произошла сдача объектов, и все находится под контролем. Слава Богу, нам выделяются денежки, и мы процветаем. Борьба и освоение территорий. В ТОС на Дворцовой сезонные работы закончены, устанавливается взаимодействие с другими общественными организациями. Подводятся итоги и составляются планы на будущий год. Мы, поскольку длительное время у нас была детская площадка у 37-го дома, ну не хватало там, ну, для завлекалки, для людей разных возрастов. Вот поэтому, как говорится, приняли участие в программе по комфортной среде. И в рамках этой программы два раза, то есть в прошлом году и в этом году, выиграли небольшие деньги. Но на эти деньги удалось не только поставить спортивные тренажеры для разных возрастов, но и смонтировать ограждение там, где это было необходимо. Например, чтобы обезопасить газон или детскую площадку от автомобилей. Кроме того, ТОС – участник проекта «Красного креста» – кнопка помощи. Это гаджет, который выдается каждому нуждающемуся одинокому человеку. Если что-то случится, человеку станет плохо, то одним нажатием он направит сигнал СОС во все необходимые ему службы. Движение ТОС начинает подводить сезонные итоги и готовится к творческой, яркой и полной созидании зиме. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова